Изучим, как ведет себя индуктивность в цепи переменного тока. Для этого мы соберем установку, схема которой изображена на экране. Вы видите источник переменного напряжения, к которому последовательно подключена лампа накаливания с сопротивлением R и катушка индуктивности с индуктивностью L. Два осциллографа, первый и второй, измеряют напряжение и ток в цепи. Первый левый осциллограф подключен к клеммам источника напряжения и на нем возникает кривая зависимости напряжения от времени, U от T. Правый второй осциллограф подключен к клеммам лампы и измеряет фактически напряжение на лампе. Но это напряжение, как вы видите, пропорционально току, текущему через лампу. Поэтому на втором осциллографе будет изображаться фактически зависимость тока от времени. Мы будем работать не с двумя осциллографами, а с одним, но двухканальным. И на экране у нас будут одновременно две кривые U от T и I от T, которые мы сможем в процессе опыта сопоставить. Перейдем к установке. Вы видите на экране источник переменного напряжения, звуковой генератор, который позволяет нам менять частоту переменного тока. К этому источнику, к клеммам этого источника, подключены катушка индуктивности, большой соленоид и лампочка накаливания. Вы видите, сейчас лампочка светится. Вот если я уменьшу напряжение в цепи, лампочка гаснет, я вновь вывожу напряжение и лампочка загорается. Как известно, индуктивное сопротивление зависит от двух факторов. От частоты переменного тока и от индуктивности катушки. Изучим влияние обоих факторов на величину индуктивного сопротивления. Будем вводить внутрь катушки железный сердечник. При этом индуктивность катушки будет существенно возрастать. Поскольку будет возрастать индуктивность, должно возрастать индуктивное сопротивление, а следно и общее сопротивление цепи. Я ввожу сердечник, обратите внимание на нить лампочки. Лампочка практически почти погасла. Если я вывожу железный сердечник, то вы видите, что лампочка опять разгорается. Этот опыт действительно говорит о том, что при увеличении индуктивности увеличивается индуктивное и общее сопротивление цепи, а ток в цепи уменьшается. Посмотрим, как влияет частота переменного тока на индуктивное сопротивление. Сейчас у нас течет по цепи через катушку и лампочку ток частотой около 20 Гц. Это очень сравнительно низкая частота. Увеличим эту частоту в 10 раз, до 200 Гц скачком. А вы обратите внимание на яркость свечения нити лампочки. Эта лампочка слегка погасла. Увеличим частоту до 350 Гц постепенно. Вы видите, что при такой частоте, 350 Гц, лампочка практически погасла. Хотя сейчас подано напряжение и идет ток в цепи, но ток сейчас мал. Большая частота, большое индуктивное сопротивление, большое общее сопротивление цепи. Индуктивное сопротивление не только создает дополнительное сопротивление в цепи, но и обусловливает сдвиг между кривой тока и кривой напряжения. Мы убедимся в этом с помощью двухканального осциллографа. Включим осциллограф. Вы видите, две прямые горизонтальные появились. Это луч пробегает по экрану, быстро пробегает большая частота развертки, он быстро пробегает по экрану, а переключатель внутри осциллографа создает нам фактически два сигнала. Подадим напряжение на осциллограф. Напряжение с клемм звукового генератора. Синхронизируем. Частоту развертки с частотой генератора. Вот вы видите на экране как раз вот это синусоида. Это синусоидальное напряжение частотой примерно 350 Гц, которое подается сейчас на осциллограф. Подадим напряжение с лампочки. Мы уже говорили, что оно пропорционально току текущему через лампочку. Вот вторая кривая нижняя появилась. Это токовая кривая. В том, что это токовая кривая, мы можем убедиться, заводя внутрь катушки железный сердечник. Вот смотрите, я ввожу внутрь катушки железный сердечник, и при этом убывает амплитуда нижней кривой, ток уменьшается, увеличивается индуктивность, ток уменьшается, а верхняя кривая, кривая напряжения, при этом не деформируется. Значит, сердечник, индуктивность влияет на ток. Значит, нижняя кривая действительно токовая кривая. После того, как мы убедились, что нижняя кривая это токовая кривая, обратим внимание на положение этих двух синусоид. Посмотрите на токовую нижнюю кривую и на зависимость напряжения от времени. Вы видите, что зависимость напряжения от времени опережает зависимость тока от времени на четверть периода. Максимум нижней токовой кривой приходится на ноль верхней кривой напряжения. Вот такой сдвиг по фазе, говорят, на пипополам или во времени на четверть периода, он возникает только тогда, когда существует большое индуктивное сопротивление в цепи. Если индуктивное сопротивление в цепи будет мало, то этот фазовый сдвиг пропадет. Убедимся в этом. Для этого мы поступим следующим образом. Мы уменьшим снова резко частоту, но согласуем при этом развертку, для того, чтобы снова получить обе кривые. Нам развертку и несколько амплитуду обоих сигналов придется изменить. Ну вот сейчас на экране вы видите обе кривые. Верхняя кривая это напряжение, кривая напряжение. Нижняя кривая это токовая кривая. И вы внимательно, если посмотрите, вы увидите, что теперь минимум нижней кривой совпадает практически с минимумом верхней кривой. То есть теперь сдвига по фазе нет. При таких малых частотах индуктивное сопротивление мало. И мы можем считать, что в цепь включено практически только активное сопротивление. А в этом случае никакого сдвига между током и напряжением не существует. Продолжение следует...